и всем приветики мои секретики и вы сейчас в моем канале секрет только и сегодня у нас конечно же пятница а значит время обустраивать что-нибудь ну и сегодня мы обустраивать будем с вами такую швейную мастерскую либо же ателье сразу скажу что об устройство можете брать идею как вот самого моего обустройства так и идея видеоролика ну и еще результат вы сможете увидеть в конце видео так что обязательно досматривайте этот видеоролик до конца ну а я вам желаю всем приятного просмотра мы не будем затягивать и уже поскорее начнем не эту идею предложила подписчица в предыдущем обустройстве за что и спасибо огромное в принципе мне кажется что получилось но нормальным ну мне по крайней мере понравилось и оцениваю я его наверно как 10 10 хотя может и 9 из 10 потому что последняя комната мне показалось но я уже не знала что мне просто обустраивать практически поэтому мне кажется что она показалась возможно какой-то скучной не совсем интересной но в принципе у меня получилось все сделать так что ну пускай девятка будет конечно для начала мы поговорим с вами на какие-нибудь темы а точнее про наше данное обустройство но затем уже можем с вами на оставшееся время которое у нас будет обсудить что-нибудь что мне происходит в реальности для начала конечно же для всех очень так скажем неожиданная в кавычках новость мы выстраиваем это обустройство в нашем любимом четырехкомнатном домике да это самый лучший дом который подходит для всех обустройств просто на протяжении всего времени ну и сейчас обсудим какие комнатки у нас здесь будут присутствовать конечно же первая комната она будет считаться как комната в моем прошлом обустройстве химически прочный кто не смотрел обязательно посмотрите вот и вообще у меня в принципе есть папка плейлисты с отдельными обустройствами так что переходите смотрите там все которые вам интересны обустройства в общем есть у нас здесь склад куда все складываются вещи которые приносят или которые уже сделали и сюда в общем складывают сгружают одни с подписями то есть это там подписывают их а другие есть без подписи то есть их просто складывают дают номер телефона и все там просто как бы либо бумажку либо чего привязывают и готово если быть точнее то вот этот вот стеллаж с коробочками на которых надпись это прям вот вещи которые нужно приготовить к определенному времени обязательно а вот те которые лежат в коробках их то есть не обязательно там приготовить завтра либо послезавтра их в какое время хочешь такой ушей там за шеи пришей и также вот такой белый шкаф туда складывается уже вся готовая одежда вот как и на вот этот стеллажик который нужно там приготовить ко времени в общем следующая комната следующая комната у нас касса один отдел это пункт выдачи а другой это наоборот забирает себе да чтоб там потом все сделали как нужно еще одна комната это уже предпоследнее считается она самая ну большая по объему из всех представленных и это там находится швейная мастерская то есть где все вот это делают прорабатывают самая вот главная комнатка здесь но и другая комната тоже немаловажна там примеряют люди одежду уже и смотрят как им нравится или нет если мне нравится вдруг то они могут спокойно сказать до свидания и все кстати вот в этой примерочной совсем забыла поставить зеркало и столько что поняла что я забыла туда поставить зеркало пожалуйста простить но мы представим что но где-то там есть все вот таким но еще что находится в четвертой комнате вы потом увидите в результате так что да обустраивать мне было довольно сложновато потому что я не совсем понимала какие комнаты еще можно сделать как их оформить но и в общем то так такового представления у меня сильно почему-то не было но потом все уже пошло так скажем как по маслу все таки и у нас все получилось слава богу одежды я также не сильно много притащила сюда чтобы там разложить по всем этим комнатам но мы будем думать что она либо еще там не сшита либо где-то лежит на складе ну и все на этом про обустройство наши темы закончились теперь наверное перейдем немножечко в другие темы ну и конечно же мы поговорим о том что вчера был ровно год моему каналу точнее как я его создала браво аплодисменты это просто я не знаю это не описать словами насколько все так круто вышло за этот год и изменилось потому что я создавал этот канал с целью чтобы хотя бы добить тысяч подписчиков да допустим вообще я даже не думала что когда-то я смогу добить сто тысяч мне даже до сих пор не очень сильно верится почему-то что меня может смотреть сто тысяч человек это просто нереально и когда я веду стримы это все это просто настолько круто я очень благодарна судьбе просто что все так чудесно сложилось что все так сейчас есть и я очень счастлива что вы у меня есть такие добрые подписчики которые меня поддерживают я вас очень сильно всех люблю спасибо вам огромное за все за этот год я надеюсь что мы также с вами продолжим развиваться расти дальше и покорять новые вершины конечно же и на самом деле год уже прошел так быстро это не передать словами ну и так же уже совсем скоро собираюсь выпустить вам на канал видео о том как я болела а точнее влог моего больного дня так что чтобы его не пропустить то обязательно подписывайтесь на него и нажимайте на колокольчик тогда вы уж точно должны ничего не пропустить если там конечно youtube как обычно не залагает а то мне некоторые пишут что не могут не успевают посмотреть мои видео из-за того что ему уведомление не приходит это конечно плохо также мне совсем уже скоро должен выйти коллаб запланированный с одним человечком я вам пока что не скажу кто это но уже сказала что будет коллаборация а в какое число на какую тему какое видео и также с кем это самое главное вы можете написать свои догадки в комментариях мне бы было очень интересно почитать и посмотреть догадаетесь вы или нет кстати сегодня я буду уже сдавать повторный тест надеюсь что он будет отрицательным уже потому что я устала сидеть дома мне это категорически не нравится меня это не устраивает потому что это совершенно скучно тебе совсем нечего делать ну как делать то есть что снимать видео для вас это конечно же в первую очередь но все же из дома выйти хочется да у нас пока что также продолжается дистанционка никто ничего не отменял поэтому скорее всего еще одну неделю мне придется сидеть дома на этом дистанте я уже в школе не была почти месяц и это просто ужасно кстати уже совсем недавно сегодня точнее было алгебра за которую я очень сильно переживала когда заболею что типа я не смогу ходить на алгебру это все праволюблен что все накроется медным тазом или как там говорится в общем все нормально я не упустила по моему ни одной темы и сегодня мы начали новую тему и я уже за нее получила пятерку так что все поаплодируем но на этом принципе наше видео подходит концу сейчас вы сможете увидеть результат на своих экранах ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новых видео ну а с вами была я вика силе всем пока пока и до встречи в новом видеоролике